Приветствую вас, любители орхидей! Сегодня в кадре дикий кот. Мало того, что он процвел летом цветами светлее, не такая интенсивная окраска на цветах у дикого кота, но еще вот сейчас, в августе, его цветы раскрываются таким неожиданным образом, как пелорики, сепалии, вот эти лепестки сепалии, они не открываются до конца. Такой получается мутантик. Вот один цветок на этом цветоносе, и на втором цветоносе я ждала, когда он расцветет. Жду-жду, и вот посмотрите, какое чудовище здесь получается. Что может влиять так на растения, на орхидеи? Почему наши орхидеи могут вот так вот мутировать? Ну, во-первых, в этом году стоит экстремальная жара. По всему миру жара бьет все новые и новые температурные рекорды. А с этой жарой связаны, кстати, и другие природные катаклизмы. Где-то сильное наводнение, где-то выпал даже снег, град. Кстати, Всемирный центр наблюдения за температурами зафиксировал на планете, на нашей, в июне, самую высокую температуру за 174-летнюю историю наблюдения за температурой во всем мире. Еще мутация на наших орхидеях может быть из-за вирусов, может быть из-за химических удобрений или химических препаратов, которые мы используем против насекомых. Из-за этого цветы начинают мутировать. Из-за радиации, ну, если вот такая жара сдаёт, солнце активное очень, радиация повышена, и вот такая происходит мутация на цветах. Хочу сказать, что я заметила, что вот такие вот мутированные цветы орхидея не будет долго держать. Они не смогут держаться на орхидее, так как обыкновенные цветы, вот эти цветы на диком коте, первые цветочки расцвели еще весной, наверное, в апреле, нет, в мае, в мае. Вот получается уже почти 4 месяца дикий кот цветет, доращивает цветоносы. Но будем надеяться, что осеннее цветение, зимнее цветение на доращенных цветоносах будет более ярким и без мутаций. Такая мутация еще может говорить о том, что растение ослаблено, поэтому ее следует поддержать, повысить ей иммунитет. Я хочу это сделать с помощью такого препарата, как циркон. Для этого я в литре воды разведу циркон, 4 капли циркона. Циркона надо использовать именно 4 капли на литр воды. Если вы будете использовать больше, это может быть, наоборот, привести не к антистрессовому результату, а наоборот, растение может стрессануть и остановиться в росте и развитии. Время распада активных веществ циркона очень короткое. Это всего лишь 8 часов. Поэтому он не способен распространяться очень быстро по растению, как другие препараты. Именно поэтому нужно или опрыскивать, или листья обработать с помощью ватного спонжа или салфеточки. И еще хочу обратить внимание, что циркон это не удобрение. Это именно антистрессовый препарат, который мобилизирует иммунитет самого растения и способствует такой антистрессовой терапии. Как всегда, желаю вам добра и мира. Всем пока-пока.